КОРОНАВИРУС Смотрите фильм «Предатель». Если бы прослушка была реальной историей и дело происходило в Италии, было бы как в этом фильме. Да-да, идите в кинотеатр. Немедленно. Вы должны. Неделю спустя Деблазио по-прежнему призывал жителей Нью-Йорка жить на полную катушку и собираться большими группами. 11 марта Деблазио все так же настаивал, цитирую, «Если вы не больны, вам следует жить привычной жизнью». В тот же самый день НБА объявило о прекращении всего сезона. В Италии уже несколько дней действовал национальный карантин. Но мэр одного из самых людных городов мира говорил всем жить как жили, как будто китайский коронавирус был всего лишь расистским мифом. Вскоре после этого в Нью-Йорке стали заболевать люди, иначе и быть не могло. В некоторых случаях заболевание протекало тяжело, в некоторых случаях люди умирали. И вдруг Деблазио появился в программе «Мид Депресс», визжа, что Дональд Трамп бросил город! Это все они виноваты, они! Такое заявление почти всегда срабатывает, потому-то к нему и прибег Деблазио. СМИ подыгрывают, потом переключаются на другую тему, и никто не помнит, что происходило на самом деле. Будет ли так на этот раз? Может и нет. На этот раз все может быть по-другому. Эта пандемия слишком ужасна, слишком много людей страдает. Политика, основанная на групповой принадлежности, и так никому не нравилась. Она лишь помогала избранию посредственности, вроде Билла Деблазио. Но это было отвратительно, жестоко и чревато расколом. И теперь мы знаем, что от этого могут гибнуть люди. Может быть, мы сумеем остановиться.